Привет, друзья! Сегодня у нас с вами речь пойдет о грибковых, вирусных и бактериальных заболеваниях огурцов. А чтобы вам было удобнее найти интересующую вас ту или иную болезнь, в описании под видео я оставлю тайм-коды. Итак, первое, самое распространенное грибковое заболевание – это мочнистая роса. На листьях появляются такие белые точечки, крапинки, листья как бы припудренные мукой. С обратной стороны листа появляется белый налет. Постепенно у нас листья начинают темнеть, сохнуть, а плоды приобретают горький вкус. Значит, наши действительно растения заболели. Что мы в этом случае должны с вами сделать? При начальном заболевании, то есть когда небольшая часть растений поражена, на помощь нам приходят биопрепараты или народные средства. Из биопрепаратов хорошо помогают аллерин гаммаир, а среди народных средств – это сыворотка. Мы берем 1 литр сыворотки, добавляем туда 15 капель йода и разбавляем все это в ведре воды. Такие опрыскивания надо проводить каждые 3 дня. При более серьезном уже заболевании поражения растения мы пользуемся такими препаратами, как топаз, новосил, теавиджи. Мочнистая роса, как правило, появляется во вторую половину лета, когда уже устанавливается прохладная и влажная погода. Следующее не менее распространенное грибковое заболевание – это пероноспороз или ложная мочнистая роса. На листьях у нас появляются желто-зеленые пятна, которые постепенно темнеют, а на обратной стороне листа появляется такой серо-фиолетовый налет. При этом заболевании плоды у нас не повреждаются. Что значит мы должны делать? Как только мы увидели, что наши растения заболели, мы срочно сокращаем максимально поливы, проводим опрыскивание растений с содержащими препаратами, такими как, например, оксихом, ордан, хом, и после опрыскивания сразу-сразу проветриваем теплицу. Но если заболели растения в самом конце сезона, то ничем растения не надо обрабатывать. Просто мы дожидаемся с вами окончания плодоношения, благополучно собираем урожай, а больные растения уничтожаем и сжигаем, то есть ни в коем случае в компост мы их не кладем. Возбудители болезни, как правило, передаются через почву с растительными остатками, поэтому когда вы мульчируете грунт или с осени заполняете грядки мульчой, ботвой, будьте всегда внимательны. Кладите только полностью здоровые растительные отходы. Еще одно распространенное грибковое заболевание это кладоспариоз или бурый оливковый пятнец, по-другому его называют. Кстати, при этом заболевании мы с вами можем потерять часть урожая, если вовремя не начнем его лечить. На листьях у нас появляются серо-коричневые небольшие пятнышки, на месте которых позже образуются дырочки. Сами плоды покрываются таким светло-оливковым налетом, на них образуются язвочки, то есть такие плоды в пище уже непригодны. Как мы будем лечить это заболевание? На ранних стадиях, как только вы заметили, вот такие небольшие повреждения листьев, сразу больные листья мы с вами убираем, так же как и пораженные плоды, и проводим опрыскиванием либо фитоспорином-реаниматором, либо триходермином. При более серьезном поражении, здесь уже опять нам на помощь приходят химические фунгициды, такие как хон, бордовская жидкость. Но опять же, сразу после обработки, после опрыскивания этими препарациями срочно проветриваем теплицу, потому что кладоспориоз именно появляется в условиях повышенной влажности и перепадах температур. Какие надо проводить профилактические мероприятия, чтобы защитить наши огурцы вот именно от грибковых заболеваний? Ну это, во-первых, с осени обязательно надо проводить дезинфекцию теплицы, грунта, и также это касается открытого грунта, проветривать теплицу, то есть поддерживать оптимальную влажность для огурцов, это порядка 80%, ну самая хорошая влажность, при которой они хорошо растут и не болеют. Также внимательно подбирать сорта и гибриды, которые устойчивы к болезням, вовремя проводить подкормки для поддержания иммунитета, но в то же время не допускать перекармливания растений азотом, потому что растения, перекормленные азотом, всегда больше подвержены всем болезням. Если растения выращиваются в открытом грунте, то во время холодной погоды, когда у нас по утрам выпадают холодные росы, туманы, желательно хотя бы на ночь их укрывать, вот именно чтобы защитить от излишек влажности. Среди бактериальных заболеваний наиболее распространенное это бактериоз огурцов. На листьях появляются такие серо-коричневые пятна, которые со временем разрастаются, в результате этого лист у нас полностью разрушается, от него остаются лишь одни прожилки. Сам плод также поражается, у нас становится петенистым, на нем появляются пятнышки, такие язвочки, он искривляется и начинает гнить, то есть такие плоды тоже в пищу будут непригодны. Бактерии передаются у нас и с поливами, и с ветрами, и через зараженные семена, через растительные остатки, через садовый инструмент. Но вот бактерии, они есть бактерии, поэтому надо быть внимательны в такой ситуации. Лечение. Значит перед тем, как мы будем обрабатывать наше растение, обязательно удаляем все поврежденные листья, все поврежденные плоды. На начальной стадии проводим опрыскивание, очень кстати неплохо справляется такой препарат, как фитоловин, там надо всего два опрыскивания, разводим препарат по инструкции. При более серьезном поражении тоже такие препараты, как Купролюкса, Абегопик. Профилактические мероприятия. Значит это вовремя правильно, хорошо проветривать теплицу, не допускать повышенной влажности, кстати при которой вот именно и появляется бактериоз. Выбирать хорошие, качественные семена. Если семена вызывают сомнения, то конечно перед пассивом их надо обработать. Среди вирусных заболеваний, которые очень часто встречаются, и это самое опасное заболевание, это вирус огуречной мозаики. Это такое обобщенное название разных мозаик, белый, обыкновенный, крапчатый. На листьях появляются пятна, рисунки различных цветов. Это может быть и светло-желтые, и темно-зеленые, и белые пятнышки. Сами тоже плоды повреждаются, на них появляется такой мозаичный рисунок. Эти плоды будут абсолютно непригодны в пищу. К сожалению, вылечить такое заболевание невозможно, но не существует еще таких препаратов. На ранней стадии просто можно его немножко приостановить, притормозить. То есть для этого нам надо поврежденные листья и плоды срочно убрать, сжечь их, ни в коем случае опять же не отправлять в компост. А сами растения опрыскивать опять же сывороткой молочной. На 1 литр сыворотки мы добавляем 20 капель йода и разводим это все в ведре воды. И такие опрыскивания мы проводим каждые 3 дня. Но если все-таки вы видите, что большую часть растений повреждено, то срочно уничтожайте все эти свои огурцы. И еще забыла сказать, что при вирусной мозаике, в чем еще беда, очень часто лопается в длину сам ствол стебель растений. Он растрескивается. И здесь, конечно, растения мы уже никак не спасем. Вирус огуречной мозаики передается в первую очередь насекомыми вредителями, такими как тля, паутинный клещ, трипсы. Поэтому в качестве профилактических мер мы обязательно проверяем свои растения, защищаем их, обрабатываем именно в первую очередь от вредителей. Также обязательно проветривание теплицы и поддержание иммунитета растений. То есть это своевременное проведение калийно-фосфорных подкормок. Друзья, ну вот это только малая часть всех существующих заболеваний у огурцов. Как видите, есть здесь и схожие причины, есть и различия. Так вот, для того, чтобы нам с вами не лечить наши растения, не терять урожая, просто-напросто надо подбирать хорошие, соответствующие вашему именно климату и условиям выращивания сорта и гибриды, вовремя проводить профилактические мероприятия по защите растений от болезней и вредителей, проветривать теплицы, соблюдать все в оборот, не допускать загущенности посадок и вовремя проводить правильные подкормки. И тогда наши растения будут здоровы и будут радовать нас с вами отличными урожаями, чего я вам всем и желаю. До новых встреч и пока!